Приветствую, друзья. У нас в стране сложно относятся к Горбачёву. Многие благодарны ему за то, что он дал свободу. Другие возлагают ответственность за нищету и потерю ощущения принадлежности к Великой Империи. Путин и его окружение, как никто, много приобрели от произошедшего. Они стали мультимиллиардерами и получили огромную власть. Однако Путин, как немногие, не любит Горбачёва. Это было настолько сильное чувство, что действующий президент, вопреки протоколу и совести, даже не захотел присутствовать на похоронах президента бывшего. Путин прощался с Горбачёвым в каком-то странном помещении, то ли в морге, то ли в своём бункере. Вот похороны Жириновского Путин посетил. Глава ЛДПР, вероятно, достаточно сделал, чтобы превратить парламентскую демократию в России в управляемый из Кремля продажный балаган. Но вряд ли можно назвать Жириновского политическим и историческим деятелем. Вот посмотрите, даже телеграммы с соболезнованиями любопытно сравнить. Жириновский в тексте описан как опытный политик, яркий оратор и полемист, который в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию и интересы России. Личность Горбачёва в соболезнованиях описана иначе. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения на озревших проблем. Ну и сказано, что оказал влияние на ход мировой истории. Правда, не сказано, хорошее это было влияние или плохое. То есть, исходя из текста, фигура Жириновского представляется для Путина более значительной. Хотя очевидно, что масштаб от тех личностей, ну просто не сравним. Почему так? Путин постоянно говорит, что сожалеет о распаде СССР. Как обычно у него он и врет, и правду говорит одновременно. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Его окружение, прислуга, конечно, повторяют. И тоже где-то говорят правду, но в основном врут. Ну, конечно, он уничтожил страну, нашу родину. Он её не удержал в руках. Он не смог ничего сделать. Он не нашёл себе мужества застрелиться. Он не нашёл себе мужества отдать приказ КГБ разогнать всю шушеру. Путинское поколение, конечно, тоскует по временам своей молодости. Конечно, переживает по утраченному имперскому величию, которое они не способны воспроизвести. Они переживают по вполне понятной и простой идеологии, над которой они, конечно, смеялись. И которая, конечно, разрушила страну, но зато была чем-то оригинальным, у чего были миллионы и миллионы последователей по всему миру. Советский Союз – удивительное явление в истории человечества. То было государство-порыв, государство-эксперимент, сверхидея. Кончилось всё на Горбачёве. Вот почему Путин и его приближённые вряд ли скучают. Это по системе партийного контроля, при которой яхты и дворцы были бы немыслимы. По нищим с их нынешней точки зрения номенклатурным распределителям. По своему месту серых мышей в той самой номенклатуре. Впрочем, чем дальше в памяти уплывает советская реальность, тем больше Советский Союз становится ориентиром и моделью. Доходит даже до воссоздания таких символов СССР, как пионерская организация. Теперь Путин убеждён, что распад Советского Союза не был предопределён неудачной экономической моделью и несменяемым руководством. Это слишком бы тыкало его носом в то, что он творит сам. Гораздо приятнее и полезнее считать, что за всеми неудачами стоят враги, которых надо только найти и уничтожить. Паранойя вообще свойственна престарелым диктаторам. В 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации сегодня. Распад СССР пришёлся на время правления Михаила Горбачёва. Распад империи был всемирным объективным процессом, на который наложились специфические проблемы советской экономики, которая просто не вынесла многолетние гонки вооружений и неэффективности государственных монополий. Но в глазах ностальгирующего по Советскому Союзу Путина и его окружения страну развалил именно Горбачёв. Путинская картина мира выглядит следующим образом. Была могучая империя, Советский Союз с армией, ядерным оружием и с самым вкусным пломбиром по 20 копеек. В СССР были разные, но сильные руководители, которые удерживали территорию и влияние государства. И не важно, что не менее сильные руководители Франции, Великобритании, а до этого Испания, Португалия и Австро-Венгрия были вынуждены тоже проститься со своими империями. В СССР именно слабый президент Горбачёв развалил государство. Но ирония состоит в том, что Путин, не понимая, в чём причина распада СССР, ведёт Россию ровно по тому же пути, пытаясь превратить её в империю, одновременно постепенно воспроизводя коррумпированный госмонополизм эпохи Брежневского застоя. Давайте вспомним, каким был СССР до перестройки. Это совсем не похоже на ту идеальную картину справедливого и процветающего общества, которое сегодня рисует государственная пропаганда. Была когда-то на свете великая страна. Называлась она СССР. В ней ярко светило солнце. В ней продавали самое вкусное мороженое. Это была страна, остановившая фашизм. В СССР была монополия на власть у одной партии. Государственная, не подвергаемая сомнению идеологию. Ограничение на свободу перемещения, уголовная ответственность за частное предпринимательство и финансовые операции. Ну и самое главное – всеобщее подчинение всех сторон жизни противостоянию с Западом и продвижению коммунистической идеологии в мире. И проблема даже не в несправедливости и антигуманности такого строя. Проблема в эффективности, вернее в ее отсутствии. Монополия на идеологию и власть душит и политическую, и экономическую конкуренцию. Страной правят не самые эффективные управленцы. Госмонополия и коррупция душат экономику. И, конечно, слабая и неэффективная экономика просто не может потянуть имперские военные амбиции советского руководства. По оценкам экономистов, к середине 80-х годов СССР тратил на оборонные расходы почти 40% бюджета. Конечно, такую нагрузку и такую неэффективность страна вынести просто не могла. Символом жизни в позднем СССР стал всеобщий дефицит. Многочасовые очереди за всеми товарами. Колбасные электрички с периферии в Москву. Покупка холодильника по записи с ожиданием в два года. СССР не мог обеспечить своих граждан основными потребительскими товарами и даже едой. Царская Россия – традиционно аграрная страна. Советский Союз довоенного периода чудовищными методами коллективизации и проторазверстки сделал зерно важным экспортным товаром. А к 1970 году СССР уже закупала за границей около 2 миллионов тонн зерна. А к 1985 году, к году прихода Горбачева, закупки выросли в 20 раз до 40 миллионов тонн. По импорту мяса увеличение закупок составило 5 раз. Со 165 тысяч тонн в 1970 году до 857 в 1985. За границей закупали не только еду. Импорт одежды вырос в 4 раза, обуви почти в 5. Это происходит к 1985 году. Это до Горбачева. И это при невероятно высоких ценах на советскую нефть. СССР просто не справлялся. Хозяйственно-экономическая модель страны была нежизнеспособна. Ее до поры до времени поддерживала нефть самотлора. Но неэффективное управление убило даже богатое самотлорское месторождение. А потом и цена на нефть упала. Перестройка не была ошибкой. Перестройка опоздала на 20 лет. Конечно, Горбачевская модель реформ не была идеалом. Собственно, она не была вообще глубоко продуманной и просчитанной. У Горбачева просто не было выхода. Ко второй половине 80-х годов стало понятно, что изменения не просто желательны. Они неизбежны. И у Горбачева не было ни времени, ни особого выбора. Выбор был в 60-е. Но тогда партийная номенклатура отказалась от косыгинских реформ и выбрала нефтяную ренту. Конечно, есть большая вероятность, что и косыгинские предложения не помогли бы. Но так или иначе, к 85-му году вариантов уже было немного. Не Горбачев развалил Советский Союз. Если кто и заложил дополнительную бомбу под существование Советской империи, ну, помимо всемирных процессов, так это сделали деятели благословенного для Путина застоя. Страну надорвали несусветные расходы на мировое влияние при слабой экономике. Вот затраты на никому не нужную дрезвенскую резидентуру КГБ, где сидели Путин с Чемизовым, они повлияли на распад СССР. А перестройка это просто оформила. Ирония ситуации заключается в том, что Путин винит Горбачева в развале великой державы. Но если кто и виноват в распаде СССР, так это политика периода застоя, который Путин как раз симпатизирует и которую пытается воспроизвести. Партия власти, несменяемый уже одрехлевший лидер, имперские устремления, милитаризация внешней политики, опора на доходы от ренты. Путин считает, что укрепляет государство и власть. Но на деле он лишь создает предпосылки для распада страны и новой перестройки. У меня есть претензии к Михаилу Горбачеву. Он мог добиться большего во внутренней политике, но ему больше нравились международные отношения. Поэтому во всем мире Горбе, как его там называли, фигура исторического масштаба с жирным знаком плюс. Но внутри страны он менее однозначен. Горбачев мог сделать больше на пути к реальной федерализации страны. Мог сделать больше для избавления от имперских комплексов, для невозврата к ностальгии по СССР. Не смог. В том числе поэтому мы сейчас там, где мы есть. Но Горбачев не цеплялся за власть изо всех своих сил. Он отступал в ситуациях, когда перспективой была большая кровь. Он оставил после себя много нерешенных проблем и противоречий, но не стал решать их силой. И, наверное, это подарило России 30 относительно мирных лет. Михаил Сергеевич ушел, когда страна, которую он любил, болезненно зашла на новый круг распада. Возможно, это было неизбежно. А возможно, кто-то мог бы сделать лучше. Он ушел. А у нас есть шанс. Ведь это наша жизнь и наша страна.